Китай впереди планеты всей. Что случается в Китае, потом идет в весь мир. В общем, у нас тут веселуха началась. Веселуха такого плана, что теперь на тестирование идем как на работу. В Шенчжэне вообще жесть в том плане, что люди некоторые не могут выйти из дома без теста, зайти домой тем более без теста. Сейчас многие сотрудники компании даже на обед не могут сходить без теста. Везде тестирование, тестирование, тестирование. Читаешь группы и диву даешься. Девочка говорит, что их тестируют прямо в своем доме, в компаунде непосредственно, где несколько там домов или что. Только тестируют чаще, говорят, что есть кто-то, кого надо выявить. Не могут все выявить кого-то там, кто это, якобы носитель и так далее. Но это все слова, скорее всего, может и фиг его знает. Но в конечном итоге сейчас самая обсуждаемая тема идет то, что какой-то парень, не иностранец, умер от прививки после того, как поставили прививку. Врачи, естественно, говорят, что умер он совершенно не от прививки, а из-за того, что он поздно поставил прививку, умер от ковида. В Шенжине закрыты 17 гарденов, это люди не могут ни зайти, ни выйти, продукты им подвозят там, они забирают свои пакеты, то, что заказывают. Так что жесть продолжается. Сегодня наш автовокзал выдал тоже Pearl в том плане, что ты можешь выехать вот с прекрасного наше места, еще раз напоминаю, что мы живем примерно 100 километров от Шенжине. В Шенжине ты можешь выехать, а заехать ты можешь только с тестом, который действует еще 48 часов. Год назад примерно ввели то, что ты должен ездить по паспортам, а теперь еще и тесты. Прекрасный, здоровенный город Дон Гуан, который находится прямо на границе Шенжине, находится за границей Шенжине, с северной границей, и идет прямо до Гуанчжоу, в общем, этот город полностью между Гуанчжоу и Шенжинем. Заехав в него, выехать уже нельзя, надо сидеть там. Так что, объезжать его это через восток, очень далеко, 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 потому что он идет до залива, который идет в Гуанчжоу. Так что, если вы на машине, то не советую заезжать в Дон Гуан, потому что выехать оттуда невозможно. Хоть он и большой, много гостиниц, там еще чего-то, еще чего-то, но сидеть в Дон Гуане никакой перспективы нет, это чисто производственный город. Пару дней назад хотел ехать в Шенжинь, и вспоминал, что я недавно выпускал видео на рабочем канале о том, что мы встречали людей, ездим как на работу. Да, это все так было, но сейчас лишний раз в Шенжинь лучше вообще не заезжать. Дело в том, что все время гайки закручивают, и уже нашим людям в Гардене, еще раз говорю, здесь много русскоязычных живет, в конечном итоге звонки. И поступают звонки, которые были там 15, 16, 17 числа в Шенжине, поступают звонки, где вы были, с кем пересекались, пройдите тест, идите на вакцинацию. Ну, в общем, такого плана, поэтому лишний раз куда-то сейчас перемещаться, в конечном итоге, это себе дороже получится. В том плане, что будешь бегать лишний раз по тестам, или твой код в телефоне поменяется на желтый, что вообще чревато. Ну, и будешь постоянно бегать с тестами, еще хуже будешь сидеть на карантине. В аэропорту тоже творится полная жесть, в том плане, что работают только три гита, люди говорят, кто-то летел. И толпы людей по этим гитам идут непосредственно, чтобы на посадку, где идет, как это сказать, предварительная регистрация. Если у тебя тест, что-то не так с тестом, где ты был по биллингу, разворачивают людей. Если ты был в Гуанжоу, разворачивают. Если у тебя нету теста, который там 48 часов, не 72, а 48, тоже разворачивают. Иди там делай, либо еще что-то. Если у тебя с кодом что-то не то, тоже разворачивают. В общем, аэропорт еще снизил рейсы. Многие рейсы просто исключило, оставили там, вроде говорят, как только 20% от всех рейсов, которые были. И то, это были рейсы, сами понимаете, после ковидные рейсы, там аэропорт работал, я не знаю, там, наверное, на свои 20 работал, а теперь от 20 еще 20%. Примерно это таким образом. Ну и также новость интересная, что мой знакомый один заехал непосредственно из Белоруссии. У него белорусский паспорт, он заехал. Летел в самолете с рабочей визой он один, у него рабочая виза еще с тех времен еще осталась, потому что их давали там на два года, можно было получать. Сам смысл, что он заехал, в самолете летела там девушка с русским паспортом и еще кто-то там из Горной Республики какой-то, неизвестно с каким паспортом. Сам смысл, что эти ребята заехали, их пропустили, все. Как получают визы по русским паспортам, я не знаю, что там творится, может быть, такие же визы, может быть, еще что-то. Сам смысл, ну, с белорусским паспортом и страны, которые без визовый режим с Китаем, конечно, заехать можно, и потом надо укрепляться. Так же он и делает. Укрепляться как? Это карантин, прививки, тесты, 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 и тебя потом запускают, нормально все. Так что в какой-то степени сама Беларусь это один вопрос, а белорусский паспорт дает возможность жить и работать в Китае как бы лучше. Даже водитель, обычный водитель, китаец на Холала, кто жил в Китае знает, что такое Холала, это грузовое такси, которое ездит по провинциям, везде-везде-везде, только на телефон вызываешь. Как такси, короче, говорят, только возит грузы. Он привез мне груз и даже не вышел из машины, чтобы помочь разгрузить. Все разгрузил, все упаковал, и он забыл отдать на кладную, и так на кладную отдавал вот так, тянучась, короче говоря, чтобы только от иностранцев подальше. Ну, в общем, это все новости на сегодняшний день, новости удручающие, нам они совсем не нравятся. Так что смотрим. В конечном итоге, когда-то, наверное, тут все канклавы сейчас перекроют. Ну, и, конечно, в китайских новостях, там на китайском языке много что чиновников смещают, там еще кого-то смещают. В общем, вот такая песня сейчас идет, перестановка кадров и остальное. Я думаю, что к чему-то это приведет, но границы, еще раз, границы скоро точно уже не откроют, и многие это понимают. Даже наши ребята, у которых вот у нас в нескольких квартирах там вещи, ребята хранились, которые сдали квартиры удаленно, потому что, ну, смысл за них платить, за эти квартиры, если там лежат только твои вещи, а тебя с мамой здесь нет в Китае. И то уже начинают говорить о том, чтобы вещи паковали, отправляли. Сейчас так и будем делать, паковать и отправлять вещи. Мы продолжаем жить, все будет хорошо. Всем всего доброго, на связи. Выходит, что самый безопасный город теперь вообще в Китае и во всем мире это Ухань. Ухань теперь самый безопасный город в мире. Добро пожаловать! Ухань. 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 Продолжение следует...